Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Уже добрый вечер. Сейчас мы поговорим с Маргаритой Драгилой, руководителем педагогического центра Ассорти, которая совсем недавно вернулась с российской или московской конференции соотечественниц. Да, на сей раз конференция была посвящена именно женщинам, российским соотечественникам, которые проживают за рубежом. Конференция, насколько я понял, была очень интересная, насыщенная. Об этом и не только об этом мы сейчас поговорим с Маргаритой. Добрый день. Добрый вечер, добрый день. Да. Маргарита, вот, может быть, несколько слов об этой конференции. Такой какой-то новый формат именно женщин пригласили, вот, соотечественниц, которые проживают, не знаю, в ближнем и дальнем зарубежье. Почему? Ну, в общем-то, сейчас, мне кажется, по всему миру идет какое-то такое, ну, тренд, тенденция о том, что разделяют мужчин и женщин, и что женщины все больше и больше появляются в пространстве политики и бизнеса. Да, это прямо до ООН добралась. Ну, да. В общем, да. И обычно же принято считать, что женщина должна сидеть с детьми и в большей мере заниматься домашним очагом, но при этом мы, понимая современные условия жизни, мы тоже хотим реализовываться. И, в общем-то, эта тенденция, это стремление вот донеслось и до, скажем, российской стороны, и они решили организовать, в общем-то, такой первый блин, который, мне кажется, не получился комом, тематическую конференцию именно соотечественницы, преемственность поколений, куда были приглашены активисты так называемого соотечественного движения, хотя я очень люблю само слово соотечественник, ну, скажем так, активисты русского мира как экстерриториального пространства русского языка и культуры. Вот можно сказать, наверное, так, более политкорректно. И что важно, что, в общем-то, общественной деятельностью именно, что касается за рубежом, занимаются в основном женщины, и это понятно, потому что мы уезжаем, ну, в смысле, мы, женщины, часто уезжаем, скорее, замуж, и мотивация создать пространство для своих детей, для своего какого-то комфорта в новой стране, оно обусловлено тем, что именно за женщинами, как правило, стоит более активная общественно-политическая жизнь в диаспоре. Да. Вот я так понимаю, что и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вас приветствовала, то есть, в принципе, были много таких высоких должностных лестниц на конференции, да? Ну, в общем-то, да, там был представлен весь свет. Политики, да? Да, можно сказать, да. Ну, люди, которые принимают решения, при этом, что было интересно и, на мой взгляд, в общем-то, наверное, перспективно, это то, что собирались рекомендации на секциях, в рабочих пространствах для того, что сейчас необходимо улучшить в пространстве русской диаспоры. При этом, конечно, Прибалтика, она всегда славится своими особенностями по отношению к остальным странам, поскольку, как мы любим говорить, мы никуда не уезжали. В свое время страна уехала от нас, и между, скажем, нами и Турцией, Германией, Францией, Австралией и Америкой, да, нельзя ставить знак равенства, понимая, что в каждой стране есть свои особенности, но все-таки в большинстве случаев диаспору формируют те люди, которые по каким-то причинам уехали из страны. Но эта история совсем не про нас. Повторюсь, в свое время страна уехала от нас, и мы вдруг оказались... А вы как были здесь, так и остались, как такая постоянная, в общем-то, величина, и с каждым годом, с каждой пятилеткой, как говорится, мы становимся все большей костью в горле у наших политиков, но при этом мы не собираемся, ну, я, по крайней мере, за себя говорю, куда-то уезжать, и поэтому обсуждение ситуации в Прибалтике, особенно что касается русского языка и образования, она, конечно, всегда стояла очень остро, и более того, что интересно, что вот более 15 лет я занимаюсь общественной жизнью, и, наверное, из которых лет, наверное, 10 я езжу по международным конференциям, которые специализируются и на особенностях Прибалтики, и вообще в международной деятельности, и могу сказать, что в России все равно позиция на то, что они больше заинтересованы в распространении, к примеру, русского языка и культуры среди нерусского населения, она все равно у них, скажем, более приоритетна, чем работа с непосредственными соотечественниками, которые могли бы представить для них вот вторую, скажем, ну, вот тот мостик, вторую сторону, с которым можно было бы строить более эффективное сотрудничество, а не только на уровне распространения учебников по русскому языку и истории, о которых ежегодно и постоянно говорится, что мы не можем использовать ваши учебники, нам не всегда нужны самовары, и мы в семье сохраняем русский язык, то есть нам не нужны... Да, вопрос не в этом. Вопрос совсем не в этом. То есть получается так, что опять мы, разложив карты, пытались показать, и я в своих выступлениях тоже пыталась это доказать и показать, что еще 10 лет назад, когда мы делали исследование, кстати, на европейские деньги о ситуации с русскими молодежными организациями, русской молодежи, мы тогда говорили о том, что если оставить ситуацию и пустить ее на самотек, то есть оставить так, как она была 10 лет назад, то мы у нашей молодежи потеряем идентичность языка и образования, потому что в общем-то все... Об этом вы еще предупреждаете 10 лет тому назад. Да, да, да. Вот прошло 10 лет. Прошло 10 лет, а теперь получите, распишитесь. То есть фактически самый мрачный прогноз подтверждается, В общем-то самый мрачный прогноз, он реализовался, и сегодня даже в частных учебных заведениях у нас уже на русском языке преподавать нельзя по закону. Вот 15 ноября мы ждем решения Конституционного суда по частным школам, которые... Впереди еще и частные вузы, где тоже нельзя. Да, да, да. За деньги, да. Да, то есть вообще уже никак нельзя, вот, но 15 ноября вроде как должно быть какое-то решение, от которого будет понятно, как плясать дальше. Не исключено и обращение в Страсбургский суд, я так понимаю. Ну, я думаю, что, конечно, не исключено в зависимости от того, какое будет решение, но сейчас уже готовятся иски, сейчас уже и активные родители, и общественники в общем-то занимаются этой проблемой в правовой плоскости, но я как педагог и как мама, у меня болит сердце и душа за детей сегодняшних. То есть, потому что пока рассматриваются иски, пока мы пытаемся найти диалог при условии, что мы играем, мне кажется, в одни ворота с нашими властями, и поэтому диалога быть не может. Ну, давайте скажем тоже так, политкорректно, пока мы пытаемся достучаться до людей, принимающих решения по вопросам образования, идет время, и время для детей, оно очень важное, потому что сейчас эти иски могут рассматриваться год, два, три, пять, семь, и вот представляете, ребенок в первом классе, то есть он сегодня, условно говоря, сегодня-завтра идет в первый класс, через семь лет, окей, может быть, какое-то решение, и Латвии погрозят пальчиком, скажут, ай-ай-ай, вот, значит, да, это как бы было неправильно, министры уже дважды сменятся, уже дважды, опять-таки, пройдет смена нашего истеблишмента, потому что будут выборы, и что этот ребенок обратно, ну, время вспять, не повернуть, он уже потеряет то, что мог приобрести при другом, как бы, истечении обстоятельств, и об этом мы как раз говорили. А в Москве вообще понимают вообще всю эту ситуацию, может, я так понимаю, что по поводу частных школ, колледжей, частных вузов, они вообще были не в курсе, да? Ну, кто-то в курсе, кто-то нет. Нет, ну, в МИДе, наверное, в курсе. Ну, в МИДе, наверное, в курсе, вот, но сам факт, вот эту нашу боль, скажем, то, что получается абсурдная ситуация, что идут средства, интересы, программы для тех людей, у кого русский язык не является родным, то есть, условно говоря, привлечение латышей, давайте полюбить Россию, да, это такой красивый туризм, культурный туризм, образовательный туризм, это все очень хорошо, это, в общем-то, распространение позитивного образа и так далее, но получается, что наши дети, у кого русский язык родной, у кого сейчас стоит вопрос о сохранении идентичности и о том, сформируется у него русская культурная картина мира или не сформируется, вот наши дети остаются вообще, в общем-то, без какой-либо поддержки, только поддержка ложится только на активных родителей и педагогов-инициаторов, которые, по большому счету, за свои собственные средства, поскольку, ну, как бы нету ресурсов других, организуют кружки, занятия, дополнительные занятия для того, чтобы каким-то образом сохранить русский язык, для того, чтобы каким-то образом хотя бы переобъяснить тему ребенку тогда, когда учебники у нас сейчас тоже на латышском языке, и в нашем центре Ассорти мы это видим каждый день, у нас мы с этого года запустили программу, я даже не думала, что она будет пользоваться такой бешеной популярностью, это был такой эксперимент, мы запустили продленку по типу каворкинга, то есть дети туда приходят, это в основном на началку рассчитано с первого по пятый класс, где ребята делают домашние задания, и сейчас мы видим всю подноготную наших школ, по крайней мере те, которые находятся в центре, им легче до нас добираться, как происходит процесс обучения у детей, и что если закрыть глаза на учебники, хорошо, гугл нам в помощь, и мы можем найти там еще старые какие-то учебники, объяснить темы, как-то что-то понять, но самое страшное то, что эти эксперименты с детьми, тогда когда латышский садик, русская школа, или наоборот русский садик, латышская школа, или русский садик, русская школа, а все на латышском языке, что, как это отражается на детях, у детей совершенно не сформированы те навыки и инструменты, которыми они должны обладать к этому возрасту, то есть наши бедные дети, 7-8 летние, они читая текст, его не понимают, они вместо того, чтобы тратить свои силы и внимание, если слушают профессионалы, прекрасно понимают, что у ребенка ограниченное количество, скажем, его ресурсов внутренних на удержание внимания и задачи, они тратят не на решение задачи, а на ее перевод, они теряются, они путаются, они не могут удержать внимания, то есть, в общем-то, на самом-то деле, вот ты смотришь и понимаешь, что ты работаешь не с будущей элитой, там, инженерами, которые, скажем, могли бы стать инженерами, переводчиками, не знаю, медиками, педагогами, психологами, ты как будто бы работаешь по коррекционной программе для тех, кому, как говорится, ну, не за 30, но, в общем-то, те, кто не догоняет, а это, между прочим, у нас очень хорошая школа представлена, и ребята из хороших семей, и они вполне успешны у себя. Здесь фактически получается, что нужно выполнять две функции, во-первых, как такое переобучение, да, или там помощь в обучении, как продленка, и второе, даже какая-то психологическая помощь, потому что дети постоянно чувствуют, что они что-то не понимают, да, ну, не все дети махнут рукой, скажут, ну, не понимаю, и ладно, все-таки большинство детей достаточно ответственные, они переживают и за оценки, и за успеваемость, и за все. Конечно, и в этом смысле, скажем так, психолого-педагогическая, она не совсем педагогическая, она, скажем так, психолого-педагогическая помощь, детям нужна в первую очередь, потому что мы, когда с родителями общаемся, и вот сейчас как раз у меня была консультация, мы пытаемся донести до родителей, что оценки – это не главное, оценки – это очень такой субъективный момент, который, ну, непонятно откуда берется, и что знание предмета, ну, оценка невозможно оценить, а тогда, когда ребенок вообще не хочет, он плачет, он болеет, у него болит голова, живот, я не знаю, ноги, руки, глаза и так далее, вот на это надо особое внимание обращать, и это только началка, представляете, у большинства из этих детей еще 10 лет впереди. Вообще страшно подумать, что с этим будет, потому что если ему неинтересно, ему сложно принимать, скажем, ту ситуацию, в которой он находится в образовательном процессе, у него и предметной успешности не будет. Я скажу еще более, скажем, такие жесткие вещи, что в латышских школах наши русские дети чувствуют на себе очень сильное, ну, скажем, очень сильную нетерпимость, и она распространяется не только от педагогов, точнее, и от педагогов тоже, она распространяется и от детей. И начинается сравнение, вот смотри, Янис вот сделал, а условно говоря, Маша не сделала, и представляете, что происходит с Машей в этот момент? Да, ну, я все-таки предполагаю, надеюсь, что это не повсеместно, с другой стороны, мы знаем, что есть апологеты некой концепции, они прямо все ими сидят, либералами себя называют, объединение школ, вот они говорят, что мы должны создать какую-то общую школу, где там представители нацменьшин смогут и свой язык изучать, но будет общая школа. Мне тяжело представить, как, я извиняюсь, сейчас взять, но это чисто гипотетически, к первой школе присоединить к 40-й, или к 40-й первой, всех перемешать, как будто речь не идет о людях, а вообще о каком-то, и посмотреть, что из этого получится. Да, ну, я не знаю, насколько это вообще педагогический подход. Ну, вообще смешивать школы, если, скажем, я так предполагаю, что сейчас речь идет не только о помещениях, а вообще, в принципе, о концепциях, языках и философиях. Это, конечно, такой проект, в общем-то, тоже реформистский, алармистский, я бы сказала, и надо еще 40 лет походить по пустыне, ну, хотя бы 12, чтобы посмотреть, к чему это, во что это выльется. Но, смотря на нашу реальность, я могу сказать, что в этих школах при всех равных кто-то всегда будет ровнее. И поэтому смешивать с какой целью? С целью интеграции? Ну, мне кажется, что уже насмешивались до того, что у большинства русских семей сегодня настроение такого, знаете, ну, внутренней эмиграции, что ли, то есть поиск каких-то любых альтернативных путей для того, чтобы не иметь каких-то общих точек соприкосновения с нашей системой. Поэтому еще и перемешивание школ, ну, в общем-то, это к добру не приведет, потому что, а, опять мы, я, как говорится, заведу свою любимую песню, что где исследование, по какой программе они будут обучаться, какие педагоги, откуда они их возьмут и, соответственно, по какой программе и так далее, и так далее. За счет чего будет обеспечен этот процесс интеграции, если мы понимаем под интеграцией взаимное обогащение, движение друг к другу, а не ассимиляцию тогда, когда это происходит подавление одного языка другим. Вот интересно, ты уже упомянула, наверное, в самом начале по поводу того, что, возможно, и в России там превалирует или, по крайней мере, имеет большое значение такие стереотипные мышления. Да, вот есть самовар, там, не знаю, народные танцы, сувениры. Это то, что мы, может быть, то, что годится каким-то соотечественникам при всем уважении, там, не знаю, в Малайзии, в Конго, ну, те, кто вышли замуж за африканцев, уехали для сохранения, там, не знаю, языка у их детей из следующего поколения, все это понятно. Ну, как мы уже констатирули, в странах Балтии совершенно другая ситуация. А есть ли понимание того, что скоро придется менять, как бы, вот формы поддержки соотечественников в сфере образования? Потому что не секрет, что многие родители задумались о дистанционном обучении, ну, в свете вот этого процесса в латышней школы, другие говорят о том, что надо, может быть, более сильно, не знаю, давитесь, так можно сказать, на Москву об открытии здесь каких-то российских школ, не знаю, при посольстве и так далее. Я понимаю, что это не силами общественной организации делается, но в Москве об этом шла речь на секциях. Вот они понимают, что вот так, как было до сих пор, вот предыдущие, там, не знаю, 25-27 лет, это уже модель просто, так сказать, не знаю, там, отправки там пособий или переквалификация учителей, там, в Скове раз в два года, ну, были такие формы поддержки, там, не знаю, посещение там пушкинских мест для учителей, все очень хорошо, но это уже, по-моему, неприменительно к нашей ситуации. Ну, я хочу сказать, что эти программы, вот о которых ты сказал, они очень хорошо работают на Конго, Германию, Францию, Италию и так далее, но при этом для стран Прибалтики, а вот, кстати, о чем я говорила в своем выступлении на секции по русскому языку и образованию, я предложила открыть, скажем, открыть границы, открыть возможность для наших детей-соотечественников, ну, скажем так, давайте назвать, тех, у кого русский язык родной, возможности на равных с российскими школьниками участвовать, например, в Олимпиадах, в программах НТИ, в программах агентства стратегических инициатив. При этом, что мы, как бы, имели, и что мы, какие программы мы в основном видим, что Россия заинтересована в большем мире в распространении русского языка, литературы и истории, но язык мы знаем, а что с инженерами, а что с ребятами, у которых, естественно, научная направленность. В России сейчас есть… Сейчас не об азбуке идёт речь, да? Вообще не об азбуке, потому что, ну да, есть физики, а есть лирики, и мы в основном работаем на лириков. О физике, что с ними будет. И в России на сегодняшний момент есть потрясающие разработки, это сеть кванториумов, технопарков, где у ребят на профессиональном оборудовании, инженерном, современном, на котором работают в Росатоме и на заводах КамАЗа и Роскосмоса, есть возможность обучаться робототехнике информационным технологиям и реализовывать это здесь и сейчас вместе с инженерами, с реального предприятия. Таким образом, развивая своё инженерное мышление и работая абсолютно в конкурентоспособной среде сегодня, таким образом логично, что они завтра тоже будут более конкурентоспособны. Поэтому я также предлагала то, чтобы открыть вот эти программы для наших соотечественников, то есть перевести их в дистант, потому что я знаю, что есть сейчас по некоторым регионам в России ездят так называемые мобильные кванториумы. Это бусик вместе с большим, ну скажем, таким вот прицепом, что ли, внутри которого обеспечено оборудование, там происходит обучение. То есть здесь момент такой, что это не развлечение, как аха-центр, то, что мы знаем, в Тарту есть, а это обучение именно вот инженерному творчеству. — Маргарита Драгева у нас в студии, прервемся буквально пару минут на рекламу, потом вернемся, я вижу, что много звонков, будем их принимать. — Да, Маргарита Драгева у нас в прямом эфире, много есть тем для обсуждения, но, может быть, начнем действительно, как мы обещали, со звонков радиослушателей, потом продолжим по другим темам. Добрый вечер, слушаем вас, пожалуйста. — Добрый вечер. Но ведь на грабли объединенных школ уже один раз наступали. Я помню, в советское время в 70-х годах были объединенные школы. Правда, дети там учились отдельно русские классы, отдельно латышские. Но в русских классах были учителя многие, которые русские плохо знали. Отношение к русским детям было второго сорта. С латышскими они сталкивались в коридорах, столовой. Ничего хорошего, никакого примирения не было. Там были драки, в общем. Уже один раз эти грабли были. Неужели это никто не помнит? — Спасибо большое за эту реплику. Нет, ну, на самом деле, не об этом-то идет речь. Может быть, не будет никаких драк. Речь идет вообще о сохранении идентичности или самобытности, это более такое слово русское, и о том, чтобы получили дети качественное образование. Вот об этом идет речь. Вот мне так кажется. Такое ощущение, что многие политики уже так заиграли, что они просто думают, а давайте какой-то эксперимент сделаем над детьми. Как они там будут? Ну, как подопытные кролики, что ли? Я никак не могу понять. — Ну, во-первых, как подопытные кролики. А во-вторых, все-таки нельзя спускать со счетов и вопрос интеграции. Все-таки мы живем в едином обществе. Мы ходим каждое утро в одни подъезды, на одном транспорте, на одних дорогах. И тогда, когда сегодня, ну, давайте называть вещи своими именами, на самом-то деле очень высокий градус именно по языковой национальной нетерпимости, и я это вижу даже на детских площадках и в магазинах, он все равно есть, то перемешивая, не перемешивая школа, как говорится, рыба гниет с головы. Поэтому вначале нужно каким-то образом изменить вообще тот какой-то такой паровоз, который, мне кажется, несется уже без тормозов в сторону национального, вот абсолютно национально ориентированного государства. И только после этого, тогда, когда наверху устаканятся все эти вещи, и латыши, наконец, не знаю, примут, не примут то, что здесь есть и другие, при этом сегодня абсолютно не, как бы абсолютно не агрессивны, и они понимают, откуда тоже эти мифы про захват Кремля и так далее. Только тогда, мне кажется, и в школах вопрос языка уйдет на второй план, и общество наше будет более сплоченным, потому что до сих пор есть смешанные браки, дети говорят на двух языках, но нет проблем у людей. А вот тогда, когда начинаются политические игры, тогда вот эту национальную рознь формируют, в общем-то, и разжигают именно принятые решения. Да. Вот о сжигании. Мы знаем, что Сейм продолжает вот эту эпопею обсуждать вот всю эту историю вокруг памятника освободителям. Сначала одна комиссия долго муссировала вопрос, как снести этот памятник, потом другая комиссия. Сейчас создали специальную рабочую группу, которая будет решать, как переименовать памятник. А если повезет, то, может быть, его каким-то образом там, не знаю, снести, обнести, какой-то еще музей создать прямо там у подножия или там в каком-то подземном погребе, оказывается, есть такой. Да. Потом поставить какую-то табличку, где рассказать, что на самом деле никакого там освобождения не было, была оккупация. Ну, в общем, по-разному, да. Что только не придумывают. Ну, я так понимаю, что это отразилось и на отдельных, не очень равновешенных людях, которые, я так понимаю, на днях просто там написали оккупанты на памятнике. Ну, да, вроде как пару недель назад. Я так понимаю, что даже активисты пытались очистить этот памятник, да? Да, был брошен клич от ребят 9 мая ЛВ. Они, видимо, как-то проезжая мимо, в общем-то, это увидели. И очень оперативно, буквально в течение пары часов эта позорная надпись была стерта, была вымыта. Но сам инцидент, с надписью, со всеми этими обсуждениями вокруг памятника, он, конечно, ну, сказать мягко, очень неприятен и дурно попахивает, потому что, в общем-то, была уже в нашей истории период, когда сносились памятники. Это, я так помню, Ленина, да, там, или кого-нибудь там. В общем-то, ну, были случаи в истории, и все мы прекрасно знаем, что это кончалось далеко не миром, да, то есть, что это такое начало большого конца. И я не думаю, что они что-то сделают с памятником, что, в общем-то, как говорится, у них силенки на это хватит. Но само будирование этого вопроса, при условии, что в следующем году 75-летие Великой Победы и с 1 января входит в силу закон о запрете даже стилизованной символике война Второй мировой войны, то, если честно, ну, нервы они, конечно, нам попортят, но, в конце концов, за памятник тоже выйдем. В бессмертном полке в прошлом году вышло 20 тысяч человек, ну, вот, я думаю, что не меньше выйдет и за памятник. А дальше... То есть, все-таки выйдет, да, потому что, видимо, те, кто вот эту провокацию вынашивают или хотят устроиться с демонтажом, они, видимо, уверены, что не выйдут никто на защиту памятника, да? Ну, я думаю, что народ у нас сейчас раскочегарился уже. Еще пару раз напишут, да? Еще пару раз напишут, еще пару раз что-нибудь примут, и я думаю, что все-таки выйдет. Ну, вот, медики сегодня, видите, тоже вышли, опять-таки. Поэтому есть незыблемые ценности, есть красные линии, есть то, ну, как бы, куда заступать уже нельзя. Ну, все, товарищи, баста. Ну, как бы, вот, поиграли и хватит. И я уверена, что памятник – это будет тоже определенная объединяющая история. Если, конечно, инициативу не возьмут на себя отдельные политические силы и не развернут флаги партии, тогда борьба за памятник сможет стать, опять-таки, объединяющей и единой среди русского населения. Ну, не только русского, для тех, для кого русский язык является родным, для тех, кто против любых проявлений национализма, русофобии, разделения общества и так далее, для тех, чьи деды-прадеды воевали, для тех наследников, кто, ну, чьи предки, соответственно, освобождали Ригу и так далее. Этот список можно перечислять долго. Я думаю, что в нашей стране все-таки достаточно здравомыслящих людей, которые понимают, что разжигание, ну, скажем, разжигание розни того напряжения, которое сегодня, ну, в общем-то, накапливается, бурлит и кипит в нашем обществе, ну, как бы, когда-то должно вообще закончиться. Да, но мы знаем, что здесь активисты ТБ ВИС в Латвии, даже в правоохранительные органы обратились по поводу того, что вот 13 октября несколько общественных организаций, политиков отметили вот юбилей и освобождение Риги от немецфашистских захватчиков. Ну, видимо, они не считают, что освобождение было. Интересно, что же тогда было, да, и какой бы исходы Второй мировой они хотели, но это, наверное, вопрос такой исторический, они сами не знают, чего они хотят, но это, по-моему, очень говорит о многом, о том, до чего довело вот такое передергивание исторических фактов. Я бы сказала, не довело, а докатилось, да, то есть до чего вы уже докатились. Но, в общем-то, да, я с этим согласна, тоже такое уже передергивание, что дальше некуда, но при этом, когда нас обзывают в ШАМе и мы подаем в полицию безопасности или куда-то еще жалобу о том, что это разжигание национальной розни, мы получаем ответ, что нет. Экспертами в этих, скажем, событиях разжигания национальной розни не обнаружено. Вот, а это, а вот с их стороны, в общем-то, это борьба за чистоту мыслей, за свободную Латвию. Вот, возвращаясь все-таки к такому вопросу, очень важному, образованию и обучению, я знаю, что в Москве вы успели по завершению конференции, поучаствовать в таких профессиональных педагогических чтениях. Это значит, что вот в Москве развивается вот эта, есть, так можно сказать, педагогическая мысль, и что-то можно там использовать, опыты в Латвии, да, что вот это за мероприятие было, я так понимаю, что такое весьма специфическое для профессиональных педагогов, но все-таки. Да, удалось в Москве, как говорится, объединить три мероприятия в одну поездку. Я участвовала в ежегодной тютерской международной конференции, которая посвящена новым разработкам в образовании. При этом русская, скажем, философская школа и педагогическая школа, она славится хорошими разработками, которые на самом-то деле ориентированы на раскрытие личности ребенка и реализацию его потенциала. И известные школы по всему миру, сегодняшние известные школы, в общем-то, они работают именно по русским разработкам. Более того, у нас в ходе даже такая шутка в профессиональном сообществе, что известный сегодня интернешнл бакалавриат, то есть международный бакалавриат, в общем-то, это русские разработки развивающего обучения, переведенные на английский язык и хорошо проданные. Вот, поэтому, в общем-то, сам подход и философия, это, конечно, русская, ее разработал, ну, скажем, таки из наших, Выгодский, который говорит о том, что ребенку не надо давать знания, умения и навыки, то, в общем-то, чем, скажем, в каком направлении работает основная наша классическая школа, а ребенку нужно создать такую ситуацию развития, в которой он бы сделал шаг развития. Это такая, скажем, профессиональная история, но, конечно, разработки российские мы сюда можем привозить, и они реализуются и в нашем центре, я знаю, что есть специалисты, которые тоже это делают, но, конечно, уровень размышления об образовании, который идет в определенных сообществах в Москве, он не сопоставим с тем уровнем, который происходит у нас. То есть, если в нашей стране у нас основная задача образования – это обучение латышскому языку, что, в общем-то, само по себе является, ну, скажем, профессиональным бредом, потому что мы не можем заставлять ребенка во время образовательного процесса изучать один предмет. То же самое, что и всех сделать физиками, всех сделать химиками. То же самое, вот мы говорим, всех сделать носителями латышского языка. Вот. Но при этом, приезжая сюда, мы, конечно, сталкиваемся с определенными проблемами. Мы сталкиваемся с тем, и в нашем центре, что недостаточно педагогов, которые могут реализовывать новые подходы, что более того, недостаточно сегодня детей, которые в определенном возрасте уже могли бы принимать на себя новые формы обучения. То есть брать на себя ответственность за выбор образовательного предмета, проявлять инициативу, участвовать в проектах. Тем более, что наша школа учится фактически до 19 лет. Конечно. А к ним еще относятся вот в 11-12 классе, как к детям. Конечно. И поэтому получается так, что тогда, когда, ну, ни один родитель не хочет своему ребенку плохо, это тоже моя аксиома. Вот. Но тогда, когда с детского садика детей начинают пичкать английским, китайским, французским, испанским, там же математика, а, как говорится, за кружок по рисованию тоже все голосовали, мы пытаемся запихнуть у ребенка знания, при этом забывая про его личные особенности, личные способности, индивидуальные. Да и ребенок должен быть в детстве, но не может он все время только учиться, учиться, учиться. Да, но при этом учиться тоже можно играя, а мы, у нас настолько закостенелая педагогическая школа, что мы вроде и говорим о переходе на компетентностный подход, что мы вроде и говорим правильные слова о проектной деятельности, о самостоятельности и так далее, и так далее. Но это вот между тем, что говорим, и между тем, как делаем, говорится, как говорят у нас в Одессе, две большие разницы. Вот этот мостик, он не появляется. Поэтому московское педагогическое сообщество, оно, конечно, дает определенный такой профессиональный стимул, приезжая сюда экспериментировать, пробовать. Но более того, я могу сказать, что не все родители готовы заходить в новое качественное образовательное пространство. Ну, сейчас она обещает на государственном уровне какой-то новый компетентностный подход, это все вроде красиво звучит, я не понимаю, как это будет на практике. Красиво звучит, но у нас, к сожалению, очень большая проблема с педагогами, очень большая проблема в том, что никто не знает, как это реализовывать. И получается, что сейчас попадают под каток эксперимента, а в эксперименте, вы знаете, да, может быть, положительные результаты и отрицательные, в общем-то, наши дети. И вот это, конечно, плачевная история. Поэтому большинство родителей не говорят, да, конечно, все супер, но давайте-ка вот мы латышский выучим. И вот еще математику возьмем дополнительную, чтобы хорошо написал контрольную. А вот говоря об этом центре Ассорти, куда, я так понимаю, все больше и больше детишек приходит, а как можно вообще вот успеть? Ведь мы понимаем, что дети очень загружены. Ну, если мы говорим про вот эти рабочие дни, 5, 6, 7, 8, некоторые школы умудряются детям и 9 уроков поставить, есть такие дни. А надо же еще какие-то домашние задания выполнить, еще вот переобучить. Как удается вот это вот время, не знаю, распределить? Ну, растянуть, приписать в сутки еще пару часов. Ну, это очень сложно. У детей, правда, сегодня очень большая нагрузка. И что самое ужасное получается, что они в школе просиживают практически рабочий день, а потом за оставшееся время им нужно еще раз освоить ту же самую программу и еще дополнительно где-то подучиться и, скажем так, накачать какие-то те навыки, которые школа, к сожалению, не дает. Это очень большой вопрос, это очень большая проблема. Поэтому сложно. Если вопрос, то как, то это сложно. Но при этом все-таки мы стараемся и убеждать родителей, и работать с детьми, чтобы они понимали, как расставлять приоритеты в образовании, чтобы они понимали, что невозможно быть отличниками по всем предметам, что намного более важно понимать, зачем тебе этот предмет и что ты сейчас на нем делаешь. И что, к сожалению, не всегда педагоги правы. И есть какие-то более, скажем так, объективные способы оценивания своего движения в образовании, нежели отметка, от которой сегодня зависит практически все семейное счастье. Да, действительно. Вот, как бы, подводя итоги нашего сегодняшнего разговора, все-таки, ну, возвращаясь к начальной теме, какие выводы вы сделали, не знаю, что в сухом остатке, не только ты, но и другие участники конференции, вот соотечественниц, что дальше? Есть ли все-таки понимание у тех, по крайней мере, кто профессионально занимается, не знаю, поддержкой соотечественников или политики диаспора русского мира, вот какая-то дорожная карта, что дальше, чтобы все-таки не было так, чтобы всех в одну гребенку, не знаю, африканский континент, Латинская Америка, где тоже есть российские соотечественники, кстати, их немало, в Аргентине, к примеру, да, с одной стороны, и вот на пространстве бывшего Союза, где проблемы совершенно иные у соотечественников, с другой стороны, есть какая-то дорожная карта, или, может быть, они будут к вам обращаться за помощью, к самим соотечественникам? Ну, дорожной карты пока нет, потому что, в общем-то, это был такой сбор мнений, сбор впечатлений, рекомендаций. Дальше, поскольку все-таки мы имеем дело с государством, довольно-таки консервативные, довольно медленно переваривающие структуры какие-то предложения, поэтому я, наверное, скажу банально, ну, что будет дальше, вновь покажет время, вот, но при этом предложения высказаны, будем надеяться, что они были услышаны, потому что сейчас уже появляются и открытые школы, которые готовы принимать наших детей на семейную форму обучения, появляются курсы и разработанные, оцифрованные программы из московских вузов и московских школ, которыми можно пользоваться, появляются возможности постепенно тоже перевода в дистантное обучение каких-то новых программ, поэтому, ну, мне кажется, что это очень пока что не системно, пока что это так разово на уровне, видимо, какого-то такого разового импульса, но я не буду пессимистом, но я думаю, что на Бога надейся, а сам не плашай, поэтому в любом случае образование детей, русских детей сегодня в Латвии целиком и полностью легло на плечи семьи, и дальше, дорогие родители, как говорится, терпение вам и здравого смысла при выборе дополнительных занятий, приоритета во времени учащихся и принятие каких-то решений в вопросах образования. Да, потому что по-прежнему есть такой стереотип, что, ну, как-то учителя должны ведь думать, учителя должны думать, не знаю, директора школы должны думать, там, не знаю, депутаты... Все никто ничего не должен. Да, депутаты должны думать. Ну, хорошо, должны, ну, напишите себе это, повесьте, запишите, ну, должны, но в первую очередь это ваши дети, и вы должны, если так можно сказать, да? То есть, к сожалению, сегодня, ну, мы не являемся приоритетной целевой аудиторией ни у одного из ведущих, скажем, каких-то сообществ, акторов на мировой арене. Вот это надо принять, и дальше... И надежда, что там, не знаю, где-то там услышат в Вашингтоне, в Брюсселе, еще где-то. Ну, услышат, и что, Заяц, ты меня слышишь? Слышь, слышу, как было в нашем мультике. Казал Волк, да. Маргарита Лагера была в студии, и большое спасибо. Всего доброго.